Приветствую вас! Давайте мы с вами разберём ваш вопрос. Значит, может ли девочка гулять до утра в барах? Пишите вы. Странный немного вопрос, потому что если девочка хочет, если это её выбор, если ей это нравится, если от этого не страдает её основная деятельность, она, помимо этого, развивается. Если девушка не злоупотребляет алкоголем, например, вот, то в таком случае, да, она может, она может, а-а-а-а-а, совершенно спокойная, может, , значит, гулять по барам до утра, почему нет? Вот, то есть, как бы это нормально. Дальше. Дальше. Не считается ли это плохим поведением или антиморальным? Ну, считается кем? Понимаете? То есть, кем считается это поведение антиморальным? Против кого вы собираетесь использовать аргументы, которые мы вам здесь, ну, возможно, дадим, против кого собираются эти аргументы использовать? Кто этот человек? Кто считает, что вы не должны гулять по барам? И кто считает подобное поведение антиморальным? Опять же. То есть, вот, понимаете, важно смотреть на то, как чувствуете вы то, что делаете, а не то, как чувствуют другие люди и не то, что говорят другие люди. Понимаете? Какая история. А так, нет, это не является антиморальным. Опять же, при условии, что ваше поведение не несет никому вреда. То есть, если вот то, что вы делаете, да, никому не вредит. В этом случае, в этом случае, ничего антиморального нет и быть не может. Дальше. Так, не считается ли это плохим гулять с друзьями до утра? Ага, смысл вопросов здесь, если честно, не понятен. Так, опять же, все подписывается, все как бы сводится к этому, все сводится к тому, нет ли вреда другим людям. Если вред есть, то нельзя, если вреда нет, то можете спокойно это делать. Ага, ну или близко к сердцу принимать людей со стороны, что девушка легкого поведения? Поведение. Ну, как вам сказать, знаете, если вы близко к сердцу принимаете уже то, что вам говорят, так, если вы уже близко к сердцу это принимаете, то, скорее всего, тут вам, вот, просто ответ какой-то, да, ну, например, мой ответ, да, допустим. Он вам не поможет, потому что вы уже это близко к сердцу приняли, вас уже, например, это задело, вас уже это оскорбило. Вот. Поэтому, ну, если честно, мне кажется, что нет, конечно, не стоит это принимать близко к сердцу, но если вы уже это приняли близко к сердцу, да, уже, если это приняли, то так и будет. То есть, тут нужно работать с тем, что есть сейчас, да, нужно работать с тем, что происходит сейчас, а не с тем нужно ли или нет. То есть, опять же, это вопрос, как будто ориентированный на поддержку нашей страны, но мы не поддерживаем на самом деле. Вот, значит, вот, в принципе, то, что можно вам ответить, можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. То есть, ориентироваться, конечно, лучше всего на себя, ориентироваться. Ориентироваться лучше всего именно на свои какие-то желания, на свои какие-то решения, да, и на то, что вы, ну, собственно говоря, чувствуете. Вот. Спорить с кем-либо, выяснять, там, имеете ли вы право на что-то, не имеете ли вы право на что-то, не имеете никакого смысла, потому что люди, они не одобрят то, что вы делаете в любом-любом случае, да, особенно вот, если кто-то хочет, кто-то хочет, да, что-то делать, а вы, кто-то хочет, да, выберете и делаете. То есть, обидно, обидно. Человек, он не будет это терпеть, он будет пытаться вас, к сожалению, как-то подавить, вот это нужно понять. С другой стороны, с другой стороны, важно, важно понимать, что если вы зависите от кого-то, да, то есть, вы же как бы, ну, находитесь, допустим, там, ну, в барах, вот как вы говорите, да, это же удовольствие, как-бы, ну, достаточно недешёвое, вот. И очень важно, чтобы вы, ну, как-бы, на свои деньги всё это делали, а не просили, например, у кого-то, допустим. Вот, вот примерно, примерно, наверное, так можно вам ответить, да. То есть, если вы хотите развлекаться, развлекайтесь, но развлекайтесь за свой счёт, по крайней мере, это будет справедливо и, по крайней мере, не будет, опять же, никого задевать. Вот. А вообще, конечно, лучше, если вы сами себя обеспечиваете, ну, лучше всего, если вы сами себя обеспечиваете, если вы знаете, чего вы хотите, если вы знаете, что вам нужно и если вы к этому идёте. Вот. Вот я думаю, что примерно так можно ответить вам на ваш вопрос, отметив при этом некую странность вашего вопроса, потому что такое впечатление, что вы ищете, вот, какой-то поддержки. Вот. Психологи, ещё раз повторю, не поддерживаю. Вот. Психологи, значит, как бы помогают, да, психологи помогают разобраться с, ну, с трудностями какими-то, которые есть у человека. Вот. Но они ни в коем случае не поддержки, это было бы неправильно, это было бы нарушением профессиональной этики. Вот. Поэтому надеюсь, что вы отнесётесь к этому с пониманием. На этом всё. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.